Пока в Кремле раздумывают проводители парад Победобесия 9 мая, когда над московским небом сгущаются тучи, подобие военного шествия провели в Ейске Краснодарского края. Тем временем в некоторых российских городах, таких как Белгород, Воронеж, Курск, жители вздрагивают, даже если сосед сверху просто переставляет стул и вообще не решаются выходить на улицу, тем более с парадами. Но в Ейске военизированное шествие решили провести в детском саду. Малюток не только одели военную форму, но и повесили им на грудь георгиевские ленты, символ кремлевской милитаристской пропаганды и расшизма, фашизма 21 века. Ряженых дошкольников за оставили маршировать перед согнанными по такому случаю так называемыми ветеранами, родителями и местными чиновниками. Если верить мэру Ейска, Роману Бублику, подобное кощунственное мероприятие в городе намерены проводить ежегодно. Наш парад малышей проходит в этом году впервые, очень приятно и гордо, что именно с Ейского района начинается такая славная традиция. Я уверен, что этот парад мы будем проводить каждый год. Учитывая, что маховик кремлевской пропаганды в последние десятилетия работает на всю катушку, военные марши в детсадах России скоро вполне могут стать нормой. Школы в России тоже не остались без внимания. Российских школьников привлекают к пропагандистским акциям еще с 2014 года. Но если ранее так называемые патриотические активности были делом относительно добровольным, то сегодня это уже обязаловка. Зачем зомбировать взрослых, понятно, в России выборы на носу. А Путину нечего предложить потенциальному электорату, кроме протухших лозунгов про внешних врагов. Но ведь сегодняшние российские детишки смогут голосовать, когда Путина уже и в живых-то не будет. Зачем тогда промывать мозги им? Эксперты уверены, картинка с марширующими малышами создается опять-таки для взрослых, потому что поддерживает выгодную Путину иллюзию о якобы едином русском народе, объединенном идеей великой победой. Победобесие в России просочилось даже туда, куда не дотягивается РПЦ. Оно создает эфемерную общность жителей центральных регионов РФ с республиками с другими этносом и религией. А то ведь к сибирским татарам, к дагестанцам и тувинцам может вдруг вернуться историческая память. И они вспомнят, что живут в федерации и, согласно российскому же законодательству, имеют гораздо больше прав, чем с барского плеча сегодня им позволяют в Кремле. Технологии от Третьего рейха все-таки несколько усовершенствовались, и Путин прекрасно понимает, что то, что он делает сегодня, это он делает определенную, так называемую, инвестицию, как он думает, в будущее. Собственно, он пытается сформировать поколение детей, которые будут свято верить в то, что Путин их спаситель, объединитель земель русских и тому подобное, и так далее. Мы это прекрасно понимаем, и цивилизованный мир понимает, что это попросту не так, но ключевой вызов, который сейчас стоит перед Путиным, это чтобы те территории, которые давно управляются Кремлем, которые Кремль захватил, мы говорим о Татарстане, мы говорим о республике Тыва, о других национальных республиках, так чтобы они ни в коем случае, не дай бог, не подумали о том, что им необходимо возобновлять собственную независимость и провозглашать собственный суверенитет, поскольку именно этот вызов является ключевым сегодня для Путина. Именно боясь независимости национальных республик Путин поменял избирательное законодательство и превратил Российскую Федерацию из федеративной в на самом деле унитарное государство. То есть теперь губернаторы не избираются на территориях, а назначаются фактически из Кремля. При этом около 70% заработанных в республиках доходов идет на содержание Кремля и его обитателей, которые распоряжаются этими огромными деньгами только во вред стране. Война России против Украины уже влетела абсолютно всем россиянам в копеечку, и речь не только о непосредственных военных затратах на поддержку оккупационной армии, а бы не бывало щедром финансировании пропаганды. Сегодня на оплату федеральных СМИ Путин тратит больше, чем на армию и органы внутренней безопасности РФ. В 2022 пропаганда обошлась российской казне минимум в 115 миллиардов рублей, то есть полтора миллиарда долларов. Это в три раза больше, чем годом ранее. Для сравнения, средний годовой бюджет российского города с населением 100 тысяч человек едва ли превышает 5 миллиардов рублей. Самый большой куш за вранье в прямом эфире загребает Симоньян и вверенный ей в руководство так называемый телеканал Russia Today. В 2022 вещатель получил из российской казны более 28 миллиардов рублей, то есть более 365 миллионов долларов. Это в разы больше годового бюджета столицы Татарстана, Казани. В этом году расходную часть госбюджета РФ на военные нужды увеличили на 30 процентов. Кроме того, возросли так называемые «закрытые расходы». По данным информационного агентства Bloomberg, засекреченная часть российского бюджета рекордно велика и составляет почти 6,5 триллионов рублей. Это более 22% всех федеральных расходов. Вероятно, немалую часть из этих денег Путин хотел потратить на пропаганду, в том числе на временно оккупированных российской армией украинских территориях. Впрочем, пока что российский бюджет показывает рекордный дефицит, который к концу года составит более 12 триллионов рублей. Поэтому заложенные в бюджет цифры выглядят более чем далекими от реальности. Но Путин скорее полностью урежет социальные выплаты, чем сократит расходы на зомбирование россиян. Российская пропаганда не останавливается ни перед чем. Она готова потреблять огромные суммы на крикливых ведущих и шикарные телестудии на фоне голодной глубинки. И даже самых маленьких сограждан путинские пешки готовы использовать, чтобы выслужиться перед Кремлем. А значит, обеспечить себе и место поближе к кухне и кусок с маслом потолще. При этом нелепые пропагандистские парады таят в себе страшное предупреждение для российских детей и их родителей. В недалеком будущем у них есть все шансы оказаться на месте убитых солдат на еще какой-нибудь чужой территории по указке Кремля. У детей отсутствует как таковое критическое мышление, и мы можем тут рассчитывать только на критическое мышление со стороны их родителей. Конечно же, они не виноваты в том, что Кремль им вливает в уши российскую пропаганду, и точно эти дети не виноваты в том, что их наряжают солдатами Второй мировой войны вообще, когда еще их родители не родились, или какими-то там другими замечательными персонажами, часто вымышленными. Они за это не отвечают, но они будут на себе нести тоже часть ответственности за преступления расизма, потому что они были гражданами этого государства. Трагедия подрастающего поколения россиян в том, что так называемая патриотическая воспитание в России, на самом деле является частью пропаганды, служащей исключительно в интересах верхушки РФ, отмечают эксперты. При этом в большинстве случаев подобные издевательства над детскими умами и организмами происходят с молчаливого согласия родителей. Так, например, юнармия в народном сознании благодаря все той же пропаганде прочно ассоциируется с босоногим детством и пионерскими галстуками. Юнармия у всех на слуху, часто упоминается, президент очень много внимания уделяет этому движению. А вот очевидное сравнение с другим молодежным движением тоталитарного режима Гитлер-Югендом почему-то не приходит россиянам на ум. Когда к власти в Германии пришел Гитлер, все молодежные инициативы были запрещены, кроме одной выгодной вермахту, напоминают историки. Молодежные движения развивались в 20-е, начале 30-х, в том числе социалистические, правых партий, либеральных партий. Они тоже имели молодежное, скорее, а не детское крыло у себя, многие из этих партий. Но потом Гитлер провел репрессии, соответственно, и все эти истории закрылись. Зато Гитлер-Югенд из молодежной секции при НСДАП, национал-социалистической рабочей партии Германии, превратилась в масштабную нацистскую военизированную организацию. Число ее участников в 1933 году, когда Гитлер пришел к власти, превысило 300 тысяч детей. Как и Гитлер-Югенд, российская юнармия определена по бумажкам якобы военно-патриотическим молодежным движением. На самом же деле юнармия военизированный рассадник насилия, ЧВК Вагнер, на минималках. При этом другие молодежные движения в России пресекаются Кремлем на корню. Так уже было в нацистской Германии, говорят историки. Недавно детская организация захотела называться движением первых, движение первых, и Путин сказал, что нет, нужно еще подумать, это не подходит, это название, будете пионерами. Они сами эти дети голосовали, пионеры попали только на четвертое место. И Путин сказал, да нет, сказано пионеры, значит пионеры. Ну то есть высшая мера презрения и вообще никакого даже наименьшего уважения. То есть отношение к этому как к муляжу. То есть в чем особенность авторитарных режимов? В том, что у них все их институции, они муляжные по сути являются. И собственно говоря, так происходит в современной России. То есть все это лишь для картинки, для того, чтобы выйти, помахать какими-то флажочками за бесплатно. В юной армии российских детей вместо увлекательных походов с ночевкой на природе, как у скаутов, или на худой конец выездных уроков естествознания, ждут изнурительные линейки, где их как овец выстраивают в форме знаков русского фашизма. Видимо, чтобы показать, мол, русские могут повторить с самого детства. Вот только детям не расскажут, что если Россия сейчас что-то и повторяет, то только судьбу Третьего Рейха. Российский так называемый патриотизм – это не про любовь к своей стране, а про ненависть к другим. За ними идеологическая полная пустота. Кроме ненависти к чужим, кроме лояльности к российской власти, кроме агрессии, за ними просто вообще ничего нет. То есть там смысла даже меньше, чем у нацистов и в советском режиме. То есть вообще полная, тотальная пустота. Российские власти видят в сегодняшних малышах завтрашнее пушечное мясо, и даже этого не скрывают. При этом властям абсолютно наплевать, что изнурительные линейки военной форме ничего кроме отвращения у детей не вызывают. Тем более, что большинство подобных мероприятий проводится исключительно для галочки и для прибавки к жалованию организаторам, конечно. А дети этот цинизм прекрасно понимают, но чиновникам не до этого. Главное – выделенное средство. Осваиваются и по телеку, и транслируется нужная картинка. Учитывая тот факт, что на проведение различных детских Z мероприятий выделяются серьезные государственные средства, у региональных пешек получается делать на детях неплохой бизнес. А если дети получат солнечный удар или обморожение, пока будут стадом стоять в форме буквы ЗЮ, это никого не волнует. Раздали их овцеводам, так сказать, тем пастухам какую-то маленькую денежку. И они, соответственно, в нужный момент это все отмобилизировали. То есть ясно, что никакой личной инициативы там вообще нет и не предусматривается. То есть полное, тотальное, стопроцентное руководство и контроль. Так заведено в КГБ, где всякая инициатива считается подозрительной. И, соответственно, мотивации должны быть очень простые, чтобы не сказать тупые. То есть люди выходят почему? Потому что их где-то запрессовали им страшно, потому что хотят вылезти по карьерной лестнице через головы других перескочить. И потому что им заплатили денежку. Супер примитивная вот такая система мотивации. И вот так руководить путинская власть умеет, а иначе никак. Впрочем, отдельные российские родители все-таки проявили беспокойство и попытались противостоять кремлевским издевательствам над их малышами. В феврале 2023 года была запущена петиция с просьбой к российской власти прекратить милитаризацию пропаганду в вузах, школах и детсадах России. Чтобы документ хотя бы в теории попал на рассмотрение, его должны подписать 50 тысяч россиян. И пока что голосов не хватает, пока в России не более 44 тысяч сознательных взрослых. Именно такое количество человек поддержало петицию. Всем остальным родителям абсолютно нет дела, что кремлевская машина пропаганды перемалывает уже не только больших, но и маленьких россиян. Похоже, большинство граждан РФ настолько верят в кремлевские лозунги, что готовы нарожать еще, лишь бы Путин был доволен. А ведь сегодняшние российские студенты и старшеклассники рискуют уже завтра оказаться в роли оккупантов, а значит за недельку-другую превратиться в удобрение чужого, щедро пропитанного вражеской кровью чернозема. Субтитры создавал DimaTorzok